Друзья, всем привет! В сегодняшнем коротком видео я вам расскажу о том, что выходит очередная бетка системной оболочки, которая в очередной раз улучшает и оптимизирует устройство Xiaomi, а также немножко расскажу о том, что же там по поводу HyperOS 2.0, ведь чем ближе ее анонс, тем больше слухов. Поэтому присаживайтесь поудобнее и мы с вами начинаем. Как я сказал в первой части, мы с вами говорим об обновленном приложении системной оболочки из HyperOS 2.0. Ну собственно, как об этом заверяется. Это уже четвертая по счету бета-версия данного рабочего стола, но вообще как бы говорится с одной стороны, что это именно бета-версия, но по сути мы с вами когда устанавливаем, наблюдаем, что это именно релизная версия. Опять же, всяких там теорий и слухов очень много, но нас с вами конечно же будет интересовать, во-первых, ее работоспособность, а во-вторых, как бы версия. Версия у нас от 10 сентября является самой актуальной на сегодняшний день и 4.39.36. Да, тема очень интересная, поскольку она действительно улучшает смартфоны компании Xiaomi. И да, тут еще важно понимать, что на смартфоны Poco, к сожалению, данная история не пойдет и нужно ожидать новых обновлений на смартфоны Poco. В новой же версии системной оболочки улучшается работа в принципе самого смартфона, улучшается открытие папок, особенно мне нравится, как это в больших папках реализовано. Если в предыдущих версиях были определенные моменты с открытием анимации, то у этой версии как бы данные проблемы исправляются. Многих сразу, возможно, заинтересует вопрос, а можно ли накрутить больше иконки? Ведь когда мы с вами устанавливаем обновленный рабочий стол, то мы их получаем, но немножечко в таком меньшем виде. Первый вариант попробовать поиграться с размером значков, второй вариант попробовать найти подходящие темы. Но опять же, для кого-то могут не подойти в плане размера все эти иконки, но для кого-то наоборот это может залететь очень даже на ура. Что по изменениям папки, в целом ничего сверхнового мы не получаем, опять же напоминаю, что немножечко перерисовали сам интерфейс того, как оно открывается, а также когда мы можем менять название папки, да и в принципе и все. В некоторых же папках мы можем с вами еще активировать рекомендуемое сегодня, но как вы видите это какой-то рандом и на данном этапе у меня данная тема не отображается. Если же вас еще интересует вопрос, что там по поводу дополнительных настроек по рабочему столу, то к сожалению ничего нового разработчики тут не добавляют. Все остается по старому. Напоминаю, что сетка рабочего стола и в плане его редактирования выглядит обновленно, да в принципе это и все. Я же все-таки жду, когда добавится в расположение объектов недавних именно стиль iOS, ну потому что как бы разработчики это тизерили, обещали, ну и вот хочется это уже попробовать. И есть у меня некое такое впечатление, что когда они все-таки это добавят и когда можно будет это приложение установить обновленное, то на глобальной прошивке все же данный стиль может проявиться без всяких танцев с бубном. Опять же жду эту тему и думаю, что это будет очень интересный хайп. Ну а пока если у вас устройство Xiaomi или Redmi, смело можете себе устанавливать эту версию на свой смартфон. И как я еще в начале данного видео сказал, еще немножко расскажу вам по поводу HyperOS 2.0. На сегодняшний день известно следующее, что уже есть первые закрытые бета прошивки для Xiaomi 14, для планшета и для еще смартфона линейки Redmi K. Да, понятное дело, что это может быть как бы с одной стороны слухи, но с другой стороны многие там инсайдеры заявляют, что это действительно так и тестирование идет уже во всю. И как бы так, где-то к середине или же концу октября что-то выйдет похожее на HyperOS 2.0. Также разработчики улучшают еще там возможности файловой системы и плюс еще добавятся у нас в новой HyperOS 2.0 улучшенные такие уведомления, которые не будут очень такими назойливыми. Но и самое главное, чтобы они в целом работали. Потому что у компании Xiaomi есть определенные вопросы в плане работы уведомлений. То они приходят, то не приходят, то как-то проявляются непонятно. Одним словом, лично я жду, когда разработчики все же приведут все до ума и прошивка будет в принципе так и работоспособной. Сегодняшнее приложение системную оболочку вы сможете скачать в нашем телеграм-канале, как и первым узнавать о самой свежей и актуальной информации о Xiaomi и HyperOS. И потому я очень активно вас зазываю подписаться на наш телеграм-канал. Ну а если я о чем-то забыл упомянуть или остались какие-то вопросы, смело пишите об этом в комментарии, там мы с вами и пообщаемся. Ну а на этом у меня на сегодня все. Спасибо за внимание и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok